Прямое и образное толкование Мы понимаем, что речь идет об образном языке Нам необходимо учитывать эту образность Либеральные исследователи Священного Писания наоборот Часто находят образность там, где речь идет О прямом Где мы с вами предпочитаем прямое толкование Вплоть до того, что Сотворение неба и земли Богом это образно Сотворение за 6 дней плюс 7 день Это образно И уж тем более, большая рыба Которая поглотила пророка Иону Это тоже образно Но надо понимать, что авторы Священного Писания Что люди, через которых Бог дал нам Священное Писание В этих местах И в книге Бытие 1-2 главы И в книге Ионы 1-2 главы Никак не указывают на то, что их нужно понимать образно Все-таки предполагается прямое понимание этих текстов Сейчас мы плавно переходим к применению этих принципов К пророческой литературе, к пророческим книгам Каким образом принципы толкования и Священного Писания Применяются к пророкам И вы видите, что в нашем курсе Мы с одной стороны пытаемся показать Различные подходы к герменевтике Подходы к толкованию И с другой стороны Для каждого подхода Вычленить, выяснить Наиболее яркие книги Наиболее яркие жанры В которых применяется этот подход Давайте откроем сейчас книгу пророка Ионы И посмотрим на соотношение 1-2 глав И начнем мы сейчас именно со 2-й главы Это молитва Ионы, когда тот находится в чреве кита Давайте в качестве упражнения к предыдущей части занятия В этой молитве найдем прямое и образное Где он говорит прямо, буквально Где перед нами образ Начиная с 3-го стиха Причем обратите внимание Здесь непростая будет образность 3-й стих К Господу возвал я в скорби моей И он услышал меня Вот в этой части 3-го стиха Есть ли образность? Прямое толкование Да, это прямое толкование Единственный момент Скажите, пожалуйста А что здесь со временами происходит? Вот возвал и услышал В какое время? Это прошедшее Это прошедшее Значит, к этому моменту Бог уже услышал Иону Или, по крайней мере, Иону уверен, что это услышание уже произошло Что это событие уже произошло Дальше Из чрева преисподней я возопил И ты услышал голос мой А что здесь насчет прямого и образного? Преисподней это что? Преисподней это что? Какое место? Преисподня Нехорошее Нехорошее В смысле чего нехорошее? Когда туда попадают? Когда умер Да Когда умер И у чрева Преисподней уж точно нет чрева А почему то место, где находится Иона Он называет чревом преисподней? Потому что он в китае Да, у чрева кита Но при этом преисподне Как место смерти И чрево как самая середина Центр этого места То есть Еще когда земля разбиралась под Корею Да, тогда Тоже чрево Нет? Ну вход Ага Чрево, можно сказать Наверное, с этим ассоциация Он имел ввиду чревом внутри Да А внутри там нехорошо совсем А внутри там нехорошо совсем А внутри там смертельно совсем И он услышал Так, и сейчас Еще преисподний Я возопил Причем обратите, пожалуйста, внимание Что в первой части глагол возвал Второй более сильный Возопил И ты услышал голос мой Опять-таки не просто услышал меня Я услышал голос мой Смотрите, как устроено Первая часть стиха Говорит прямо Во второй части стиха Параллельной части стиха Значит, значение усилено И усиление это достигается За счет образов Вот здесь уже Чрево преисподний И возопил Дальше Четвертый стих Ты вверх меня в глубину В сердце моря Ну, сначала ты вверх меня в глубину Прямое, образное? Вверх меня в глубину Прямое А в сердце море? Образное Видите, опять-таки усиление значения За счет образного языка У моря сердце Причем море Ассоциировалось для израильтян С хаосом А вверхнуть в море Это буквально отлучить от Бога Иоанн пытался убежать от Бога Бог ему говорит Ну, собственно, есть место Где ты ощутишь так себя Что ты от Бога ушел Да я от бабушки ушел Я от дедушки ушел Говорил Колобок У него, правда, так и не удалось уйти У Иоанна тоже не удалось уйти Вот он в море Дальше В сердце моря Образность Дальше И потоки окружили меня И потоки окружили меня Вот это прямое или образное? Образное Потоки Можно все-таки даже прямое Потоки действительно Да А вот дальше Все воды твои И волны твои Проходили надо мною Неужели все? Нет Нет, но ему хватило Вот тут Да И вот тут уже образное Человек начинает прямо Заканчивает образно Потом то же самое Кстати, мы увидим Например, у Павла В первом послании Коринфянам Тринадцатая глава Тоже в первых стихах Прямое Дальше постепенно Растает образное значение Дальше И я сказал Отринут я от очей твоих Однако я опять увижу Святой храм Твой Отринут от очей Ну, наверное, все-таки прямое Потому что отвергнут от глаз Но при этом Антропоморфизм Отче Господне То есть то место Где В то Как что Бог на меня смотрит Отринут Но при этом Своими глазами Я опять увижу Святой храм Твой Почему для Иоанна Так важно увидеть храм? Почему он стремляется К храму? Потому что он иудей Потому что А для иудея Бог там, где есть храм И мы в предыдущих курсах Тоже об этом с вами говорили Чем ближе к храму Для них было Тем ближе к Богу И вот здесь была Величайшая революция Христианства Когда вдруг выяснилось Что мы сами Храм Бога Живого Что не мы Устремляемся К храму А Бог пришел к нам И обитает с нами И тело И слово стало плотью И обитало Среди нас А дальше Объяли меня Воды до души моей Понятно, что это уже образность Как объять Воды могут до души Скажите, пожалуйста Ну, если вот Абстрагироваться от текста Вот по-русски Объятия Это хорошо или плохо? Это хорошо А если объятия Удава Это уже не хорошо Так А объяли меня воды? Плохо Это совсем плохо А как можно Объять до души? Ну, короче, все же Достало Душа Жизнь Душа Ассоциировалась С жизнью Есть душа живая Человек стал душой живой То есть, вода Я не просто не достала Не просто достала А Вообще говоря, я умираю Опять до души До смерти Да А бездна заключила меня Заключила Заперла А Морской травой Обвита была голова моя И вот здесь сложно сказать Когда Успела голова его быть Обвита морской травою Водорослями Либо когда его рыба проглотила Либо там в этом самом Пузе Или в пищеводе Он обвился Не столь важно Мы никогда До встречи с Ионой Лично В раю Мы никогда не узнаем Хотя, может быть В раю мы его и спросим Слушай, Иона Скажи, а вот тут в Ионе 2-6 Обвито Сказано про голову Ты мне объясни Вот твоя голова Когда была обвито Может быть спросим А может быть и не будем Спрашивать об этом Сложно сказать И вот здесь Спекулировать не стоит Да Потому что Непонятно До основания гор Я не шел Земля своими Запорами Навек Навек Заградила меня Вот мы дошли до слова Но И здесь остановимся Попытайтесь, пожалуйста Обычным языком Без образов Описать состояние Ионы Как он себя ощущает Вот в этот момент До слова Но В этот момент У него паника Он на грани гибели Он на грани гибели Самое страшное Он отринут от Бога От Бога, да Но и тут при этом И раскаяние Но уже раскаяние Раскаяние будет больше потом Но уже оно начинается Хотя по сути Он отринут от Бога А помните Что он пытался сделать Почему он поплыл В противоположном направлении В первой главе Он хотел, чтобы Невия погибла Да Но Невия погибла Но он хотел от Бога Кто сказал от Бога? Алина или Инна? Юля вообще, да? Юля вообще Он хотел от Бога уйти Потому что Бог ему сказал В другой направлении В этом направлении Он все Пошел в том направлении Вот Он пытался уйти от Бога Что он получается Ко второй главе? Пожалуйста Кушать подано То есть Хотел уйти от Бога? А вот оно как Получай И тогда понимает Человек неразумность Своего запроса Идем дальше Вот тут Он вдруг смотрит Не на себя А на Бога Но ты, Господи Боже мой Изведешь душу мою Из ада Вообще говоря Он еще не в аду Но Вот эта гипербола Помогает понять Его ощущения Он как будто там побывал Как Даже иногда сегодня говорят Допустим Это не жизнь Это ад кромешный Да И иногда мы не думаем Что значат эти Фразы Я привожу этот пример часто Владимир Владимирович Маяковский Советский поэт Пишет в разговоре С стихотворения Разговор с товарищем Лениным Про То Дело коммунистического преобразования Которым занимались В 20-е годы Он пишет в положительном смысле Но Мы понимаем Что за этим стоит Он говорит так Товарищ Ленин Работа Адова Будет Сделана И делается уже Вот задумайтесь Он имел ввиду Работа Адова Как непосильный Тяжеленный труд А оказалось Что он говорит Напрямую Да Напрямую О духовном аспекте Этой работы Это действительно Это была адова работа И только Бог Своей силой Своей милостью Благодатью Мог эту работу Остановить И слава Ему Остановил Дальше Особенно молитва Моя дошла до тебя Это прямое Или косвенное Прямое Вот некоторые либералы Скажут Косвенное И объясняют Следующим образом Это значит Просто Что я хорошо Себя почувствовал Нам не безразлично Современная церковь И у нас есть Что ей предложить Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию о чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Вот что Не в прямом смысле Молитва доходит до Бога А ну мне на душе стало легче Как знаете Камень с души свалился У меня сегодня Камень с души свалился Это не значит Что меня бульником придавливало А теперь больше не придавливает И в либеральных Книжках Статьях Вы можете Встретить такие Упоминания Мысли о том Что вот Смысл молитвы В том Что она просто приносит Душевное облегчение Психическое Психическое облегчение А вот насчет Дошло до Бога Это просто Значит Такие Древние способы Высказывания Это истины То есть Может быть даже Иоанн сам не верил Что Бог услышал молитву Но Вот ему просто Стало в этот момент легче Ну давайте так Во-первых Ему не стало легче Он как сидел в ките Так и остался Пока В этот момент А во-вторых Он только что Говорил напрямую О том Что увидит Верит Что увидит Божий храм А сейчас Говорит Что молитва Дошла До храма Святого Твоего Значит Уж либо И то и другое Прямое значение Имеет Или то и другое Косвенное Если то и другое Косвенное То никакого Божьего храма Он не ожидает А что же он тогда Ожидает То есть Здесь Тот случай Когда нужно Настаивать На прямом Значении Дальше Чтущие Суетных И ложных Богов Оставили Милосердого Своего А я Гласом Хвалы Принесу Тебе Жертву Что обещал Исполню У Господа Спасение И сказал Господь Киту Или повелел Господь Киту И он Изверг Иону На сушу А вот Изверг Иону На сушу Это прямое Или косвенное Или переносное Прямое Изверг Я отрыгнул Иону На сушу Да Не Вот как раз В еврейском Там именно Отрогнул Получается Он не просто Его выплюнул Да Его вытошнило Ионой На сушу Вот изверг Да Это для фильма Не очень подходит Конечно Да И выходит Такой Иона Во всей Своей красе Это как раз Из серии Что человек Смотрит на лицо А Бог Смотрит на сердце Вот сердце Его изменилось Ну а с лицом Наверное были Большие проблемы То есть тут В шоу Мод Его как Никак не могли Наверное Взять Вот Значит Самое сложное И самое важное В связи с тем О чем мы говорили По прямой Или косвенной Интерпретации Прямому Смыслу Или Речевым оборотом Образной речи Вот Самое сложное Разобраться Где толковать Непосредственно Прямой смысл Буквально Где толковать Переносно Или образно Это вопрос Буквальности Или образности Главный принцип Если это Если Нет серьезных Оснований Толковать Образно Мы толкуем Буквально А основания Толковать Образно Появляются Тогда Когда буквальное Толкование Либо противоречит Другим стихам Из священного Писания Либо противоречит Здравому Смыслу Либо противоречит Каким-то Утвержденным Очевидным Богословским Учением Последний Пример Чтобы это Понять Чтобы это Понять Древние Государственные Деятели Распускали Слухи Про христиан И в слухах Про христиан Ничего нового Нет Древние Слухи Например Были таковы Что христиане Пьют Кровь И едят Плоть Друг друга На основе Чего Они так Решили Христиане Да Христиане Христиане Едят Плоть И пьют На основе Вечери Господни На основе Каких Например Слов Иисуса Может быть Найдете Ну когда он Приедете Тело Да Сие Тело Мое За вас Ломи Да 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 Давайте Все-таки Кое-что Найдем В этом плане Можете Иоанна Шестую Главу Можете Матфея 26 Главу Давайте Сначала 26 Главу От Матфея 26 27 Стихи Что прочитает Пожалуйста Из нее Все Сие Есть Тело Мое Пейте Из нее Все Да Пожалуйста Дальше Дальше Все Да Ибо Сие Есть Кровь Моя Нового Завета За многих Изливаемые В оставлении Грехов Сказываю Вам Что Отныне Не Буду Пить От Плода Сего Виноградного До Того Дня Когда Буду Пить С вами Новое Вино В царстве Отца Моего Сие Есть Тело Мое И Это Кровь Моя Нового Завета Вот Собственно Те Слова Которые Приведут В смущение Ранних Критиков Христиан Кстати Говоря Ситуация Когда про Христиан Ходят Или Распускают Слухи Имеется Сегодня Чем Вы В Церквях Занимаетесь Ну Конечно Сейчас Уже Не Говорят Что Мы Друг Друг Едим Вот Так Что Что Тогда Происходит Здесь С Этими Стихами Иисус Говорит Сие Показывает На хлеб И Говорит Сие Тело Мое Значит Буквально Это Не Тело Христово А Как Объяснить Почему Иисус Проводит Параллель Между Хлебом И Тело Которым Ученики Еще Не Знают А Потом Узнают А Что Это За Момент Что Это За Момент Такой Почему Они Там Вдруг Оказались В Этой Горнице Чего Они Туда Пришли А Как Они Праздновали Пасху Как Вообще Иудеи Праздновали Пасху Может Кто Из Вас Даже Был На Иудейской Пасхальной Церемонии Расскажет Сколько Там Чаш Было Хотя бы Три Чаши Четыре Чаши Они Принимали Четыре Чаши Обычно Тут Вопрос Что Сделал Иисус Добавил Пятую Или Заменил Четвертую Но Это Часто Немножко Тем Не Относится Но Были Первые Три Чаши В Любом Случа И Каждая Из Этих Чаш Была Символичной Они Выпивали Эту Чашу Принимали Эту Чашу И При Этом Вспоминали О Совершенно Конкретных Событиях Да Совершенно Верно А выходи Из Египет Я сейчас Не помню Все эти Подробности К сожалению Но Каждая Из Чаш Была Чем То Связана Иисус Не Вдруг Говорит Ребята Вот Это Вот Тело Мое Поднимает Иисус Участвует С ними В церемонии В Которой Они Уже Размышляли О Прошедших Событиях Они Уже Размышляли О Божьей Милости О Божьей Благодати Они Уже Ублагодарили Они Уже Вспоминали О том Что Бог Сделал Для Израильтян Но Они Смотрели Назад Теперь Поднимая Следующую Чашу Иисус Дает им Возможность Посмотреть Вперед На то Что Будет Прямо Сейчас Значит Если Это Вырвать Из Контекста Культурного Контекста Историческом Контексте Библейского Контекста Можно Сказать Да Христиане Едят Своего Бога Но Получается У нас Ересь Потому Что Мы Не Воспринимаем Эти Фрагменты Так Как Их Воспринимала Первоначальная Аудитория Вот Ключ К Различению На самом деле Самый Главный Ключ К Различению Прямого И Образного Буквального И Образного Заключается В том Чтобы Воспринимать Священное Писание Так Как Библейский Текст Воспринимали Первоначальные Слушатели Первоначальная Аудитория Вот Это Пожалуй Главное Воспринимали 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 Воспринимали